друзья всем привет сегодняшнее видео будет очень интересный ну опять же на мой взгляд я надеюсь сегодня затронуть схему авторизации и аутентификации в среде микросервисов то есть микросервисной архитектуре я хочу показать как раздаются клаймы разрешения если хотите или как работает ролевая модель вообще что чего откуда как получить ну я надеюсь общем видео будет очень интересным давайте собственно говоря начнем прежде чем начать давайте посмотрим что у нас было в предыдущем видео я сейчас запущу у нас есть четыре основных проекта это идентифи сервер так сейчас я дайте сервер у нас есть ордер сайпи юзер сайпи и клиенты мбисей в общем то они так или иначе все мбисей но у нас просто некоторые используются только один и 5 и так я сейчас нажму 12 мы увидим что у нас уже сейчас здесь абсолютно все чисто я нажимаю логин у меня есть 3 директ на авторизейшн сервер я ввожу юзер я завожу пароль я нажимаю enter я попадаю на страницу secret и как видите у меня здесь появилось количество некоторое всяких разных cookies of да то есть я уже говорил в предыдущей части что все это приходится идентифи сервера и том числе и сессия в том числе идентификация и в общем нам теперь нужно как-то сделать таким образом чтобы узнать что здесь приходит и откуда это все взять я остановлю проект для начала а теперь откроем мвс клиент сайт контроллер и собственно говоря я сделаю как я уже показывал в предыдущих видео ну я сделал самый простой вариант вар давайте джейсон токен я могу здесь получить хаттп контекст мне здесь нужен get async get токен async давайте я его сразу сделаю wait давайте я попрошу решарпер сделать мне метод и синковый и в общем как вы видите сюда нужно передать параметр ну и мне отсюда нужно передать access токен сейчас я подвину курсор xs токен токен сейчас дальше что мне нужно сделать я получу здесь стринговое представление этого токена давайте джейсон да это как раз правильное название вар токен давайте сделаем new gvt security токен хендлер и я сделаю герит по моему называется рид токен и собственно грамм если нужно подсунуть вот этот самый джейсон токен и я это все приведу к типу джейс джейсон токен токен ой не попал и сейчас я нажму здесь бряку и запустим этот проект и мы увидим собственно говоря что в этом токене приходит быстренько запустилась мы переходим на страничку secret нас перекидывает на логин давайте я еще такую небольшое отступление сделаю я хочу на странице логин где он у меня он у меня находится в identity сервер view логин да я вот здесь вот добавлю такую штуку и напишу здесь вот такую вещь юзер это имя пользователя здесь напишу бр и в общем здесь напишу пароль чтобы можно было и вы потом видели какие данные сюда вводить когда зайдете в гид но и в общем-то и мне было бы удобнее это все копировать давайте обновим страничку в 5 ничего не появилось ну конечно у меня же голый проект давайте тогда эту штуку поправим нам нужно сделать следующее чтобы страничка обновилась при изменении в юшке надо сделать следующее надо найти надо найти мэм рыза рам там нет не так пишется ран тайм комп и вышел вот надо установить этот наград пакет я его установил надеюсь на установил теперь мне нужно в стартап упс мне нужно в стартап вот здесь вот вот где есть от контроллер с юму мне нужно добавить от кран тайм компилейша теперь запустим этот проект запустился надеюсь до запустился давайте нажмем вам страницу логин у нас появился юзер дабыл клик перетащить дабыл клик перетащить давайте нажмем давайте какой давайте проверим что эти изменения уже приходят из это давайте так вот напишем юзер нэм нет ней все таким двоеточие юзер нэм а здесь напишем пасворд ну а то вдруг вы не туда скопируйте нажиму сохранить или иду на страничку нажимой в 5 да как вы видите вот вот сейчас вот сейчас вот сейчас вот да вот сейчас видите сработал это обновление в общем это на самом деле очень удобно чтобы не копировать дабыл клик перенести достаточно удобно причем буфер сохраняется ладно это неважно это так такой маленький этот смотрите значит я получил из http контекста так как у меня стоит авторайс атрибуру то меня в http контексте есть пользователь вернее токен и здесь этот токен как раз получил ну как он выглядит вот так вот он выглядит дальше я специальными средствами вот здесь вот этот токен преобразовал вот этот живите и и security токен и как вы видите теперь у меня доступен токен и у него есть клаймы вот их 10 штук и здесь написано что но дело в том что мы имеем дело не только с access токенов когда мы используем я надеюсь вы видели мое предыдущее видео где объясняется разница между identity и между айди токен и access токен ну во всяком случае попытался это сделать и как вы понимаете если мы использовали опу найди конец сейчас я это открою так это не тот не тот проект смысле так есть у меня вот стартап видите я использовал опен айди коннект и это объясняет то что у меня приходит в обычная то есть нет правильно скажу а я использовал опен айди extension да то есть это надстройка на ос 20 и так как я использовал меня приходит два токена identity сервер и собственно говоря access токен но я скажу немножко больше я немножечко сделал такое домашнее задание да и я сделал такую штуку клайм юбер так называемый да я сейчас вам покажу из чего он состоит это вот то что собственно я только что сделал да то есть клаймы я вытаскиваю через тот же самый ну как вы видите в ту лист ну и помимо этого еще сохраняю название и токен и чтобы управлять этими клаймами я создал еще и клайм менеджер который может добавлять вот эти вот клаймы брать их из контекста в общем если интересная реализация вы сможете посмотреть я это ссылку оставлю там как-то внизу в комментариях вот и раз у меня есть уже вот такой вот специальный класс я теперь могу его создать я напишу var model равен new клайм менеджер и отдам туда http контекст и юзер но мне нужен юзер чтобы потом там внутри с ним проделать некоторые телодвижения зачем объясняю смотрите ну еще давайте тогда в модел это все отдам да и у меня еще есть вот здесь секрет а я ее немножечко подправил нарисовал для красоты и понимания до применить так это был индекс а мне нужен секрет да я тут немножечко написал ну давайте ксс таблицы скроем я получаю здесь самый этот клайм менеджер беру у него альтомы которые там добавляются их 3 давайте вам покажу чтобы было понятно то есть я беру из контекста и пользователей создаю где-то вот получаю этот айди токен вот получаю access токен и создают 3 айтема так называемых до которые вот делают что что добавляет клайм ювер тот самый которым я показал то есть его партия из него клаймы да не не партия там в общем вытаскивают и я создал идентий токен который получил я создал айт аксесс токен вот он и еще добавил юзер которые пришли вот откладем да то есть ой откладем принципа пришел юзер я его клаймы то есть я сейчас запущу и вы увидите собственно для чего это это на самом деле сократить очень сильно время но во всяком случае я на это надеюсь а вообще я думаю сейчас мы посмотрим получилось или нет у меня какая-то ошибочка нет никаких ошибочек отлично заходим вводим ну как вводим ну почти что втаскиваем да тогда не будем а втаскиваем логин пароль ну и в общем то вот собственно говоря чего я хотел вам здесь показать как вы понимаете на запрос авторизации мне пришло сейчас покажу два токена айди токен и аксесс токен и как я и говорил из клайма иденти то есть авторизованный пользователь имеет тоже свои клаймы и вот то самая картинка да она показывает айденти токен вот он он кстати содержит вот эти вот клаймы в общем чтобы доказать вам это давайте сделаю control a control c сделаю g gvt айо здесь есть специальная кошечка куда можно вставить токен и в общем то вот вы видите эти самые клаймы которые в общем то и здесь отображены ну и соответственно если сделаю то же самое для access токена вы здесь видите тоже скоб может быть немножко другая структура но как бы другими словами все то же самое ну и в общем раз мы уже имеем эти клаймы для иденти токена access токена юзер токена давайте сейчас небольшую презентацию переключимся и я по расскажу немножко поподробнее не хотелось бы вдаваться в подробности но тем не менее некоторую такую историческую справку я все-таки хотел бы провести итак смотрите существует два типа ролл бейс авторизейшн и полисе бейс авторизейшн надо сказать что у ролл бейс авторизейшн был еще ну очень очень давно еще в sp.net потом в mbc был такой там simple membership провайдер примерно вот так вот выглядели там таблички когда были мембарс и собственно говоря роли и пользователи в этих ролях и все это сводилось к тому что это управлялась где-то на отдаленный да то есть на другой странице которая поставлялась sp.net фреймворком и в общем если вы хотели собственную реализацию то вот этот код вам приходилось ну заново писать тогда же первые были отзывыки вот про open os он тогда был первой версии по-моему насколько я помню если не ошибаюсь поправьте меня в комментариях если вы за правду вот и в общем тогда это было на самом деле нормально отличное решение но со временем выяснилось что оно не очень подходит здесь появилось несколько минусов во первых если вы используете какую-то роль администратор вы вшиваете его в код и вам потом требовалось и для для при изменении этой роли и при добавлении роли разделять функционал на вьюшках или переписывать там название ролей там я не знаю ну то есть в общем на самом деле это было достаточно так ну не тривиально да скажем то есть ван так называемый то есть вап вернее извиняюсь то есть в своем протоколе да свои типи да в своем форм-факторе если можно так выразить это потом стали браузеры доступные мобильным телефоном интернет ушел мобильный далеко вперед и в общем появилась необходимость авторизовать и мобильное устройство и даже более того не то что мобильное устройство а мобильное устройство ну вернее даже да сквозняком да то есть чтобы если авторизоваться на одном сайте ну не нужно было в общем я опять же не хочу вдаваться подробностей в тот мембершип тут ролевая модель она как бы не совсем работала если не сказать больше она совсем не работала но и в общем если говорить про policy-based authorization это штука которая представляет собой набор клаймов да клаймы передаются в токене и токен может выглядеть ну примерно вот так да как я уже показал причем вот если обратите внимание да то вот скоп где вот давайте вот так вот обведу вот вот он объединяется да и если вы напишите из клаймов с одинаковым названием скоп или собственно говоря ролл то она объединится вот такой вот собственно объект ну и надо сказать что работают они как бы на самом деле исключительно хорошо и четко в дело в том что они работают немножко по другому принципу причем он совершенно совершенно меняет концепцию если ролевая модель она где-то была сверху да то есть иерархия реле могарас могла распространяться вниз то тут на мой взгляд опять же клаймы то есть они немножечко по-другому работают давайте немножко про и поподробнее поговорим так что что такое клайм а прибыль с английского языка это претензии требования утверждения но мне вот для моего понятия проще понимать что это не то что утверждение это разрешение да то есть этот клайм это одно конкретное разрешение чего-то делать кому-то то есть кому вы этот клайм дадите тому это и можно делать представим что клайм выглядит вот таким вот образом то есть клайм может быть там разрешения одно разрешение второе разрешение делать там треть третье и грубо говоря да вот так вот опять же не вдаваясь в подробности это все можно объединить в полисе В предыдущих видео я показывал, как создавать полиси И как можно в них вот эти вот клаймы использовать Если говорить про клаймы полиси конкретно То если выделить вот такую вот концепцию Есть полиси, в нем много можно использовать клаймов То есть это не коллекция клаймов, задвинутые в полиси А полиси это обработчик некоторого количества клаймов Я бы вот так сказал Ну и если делать дальше опять же проекцию То есть в полиси есть клаймы Можно представить, что есть продукт какой-то, да, полиси И у него есть разрешение create, read, update, delete То есть крат, да А еще можно полиси построить таким образом Например, product orders или users, да, называть полиси А в нем, соответственно, прошу прощения А в нем, соответственно, разрешить read продукты, read orders, read пользователей Ну то есть набор этих полисей Вернее вот этих вот клаймов, да, разрешений, да, для этих вот конкретных полисей Ну то есть политик, да, если хотите по-русски То их можно варьировать в очень таком, ну не сказать в хаосе, да В любом порядке, в любом количестве То есть ваш может быть полиси иметь по иерархии доступ только к верхнему контроллеру Может быть только к нижнему, да, там методу Может ко всей системе, то есть если входишь в систему, у тебя есть какой-то там полиси Ты можешь делать все В общем, это очень гибкая система И на самом деле она уже себя показала Во многих проектах я уже сталкивался с тем, что ролевая модель на этом уровне не работает Ну и если немножечко поподробнее сказать Смотрите, rolebase авторизация, она никуда не ушла Она реализована, она хоть и устарела морально Но она реализована вот в этом вот, в полиси base авторизейшн Потому что существует клайм, название которого ролл Ну, например, вот администратор, да, я тут нарисовал, да И вы можете также через авторайс атрибут ставить роллес Ну, то есть роллс И подставлять администратор Через точку запятой роллс, менеджер, там, я не знаю, еще кто-нибудь можем поставить То есть это поддерживается Ну, внутри, там, где-то вот в глубине, да, там, до самого низа Как в том анекдоте То там вот все равно используются клаймы Ну, и самый интересный вопрос возникает, когда вот на нашей картинке Которая была на view Три вида вот этих вот полисей Ой, извиняюсь, три вида там набора клаймов и стикетов Использователей Что, откуда и как Как это вообще разрулить, давайте теперь разбираться Если вот такое вот выражение подобрать, передвижение разрешения, да, если хотите То давайте вот так вот я сделаю У нас есть Identity Server, да И мы сделали MVC клиент в этом проекте И у нас MVC клиент идет авторизовываться на вот этот самый Identity Server Identity Server в ответ присылает не просто там какую-то информацию А, так сказать, двойную, да, есть ID токен и Access токен Они прокидываются в MVC клиент Но надо учесть, что в каждом ID токене, да, ID и Access есть клаймы, которые я перечислил, да, набор клаймов И в MVC клиенте есть тоже клаймы И вот эти вот клаймы, их количество, оно как бы с геометрической прогрессией растет И нужно научиться ими пользоваться, чтобы качественно и эффективно управлять разрешениями для пользователей В общем, смотрите, дело в том, что Identity Token, как я уже говорил ранее, это токен с подтвержденной, да, зашифрованной пользователем информации Ну, в общем, бытует мнение, что он ни для чего не нужен, кроме того, чтобы подтвердить, что это пользовательская информация О пользователе его, там, ролях или, там, я не знаю, ну, роли, наверное, вряд ли, да, там, фамилия, имя, отчество, там, друзья, вот эта вся штука, там Она зашита в этот токен, она отвалидирована серверами, она как бы пришла к вам без изменений То есть, нигде по пути ее никто, там, не сломал, не изменил, она вот в этом есть Как ее использовать, ну, решайте сами Токен, который присылает ID Token, да, вот этот вот, его никуда не подсунешь Теоретически он нигде не должен работать, хотя, ну, можно сделать, но я пока про это не буду Access Token, он имеет минимальное количество данных о пользователе И имеет только разрешение, да, то есть, куда этому пользователю можно пойти Если говорить про User Climbs, то это контекст контроллера, который, вот, пользователь Climbs Identity Climbs Principle, извиняюсь, содержится внутри И надо сказать, что вот эти вот внутренние механизмы Identity Server, ASP, Microsoft Identity, они каким-то образом там Наполняются это всей штукой, и приходит к нам пачка Climbs Давайте теперь другую картинку посмотрим Представьте, что у нас вот есть, опять же, вот эти вот MVC Server, API, Orders, Users и Identity Если говорить про передвижение в концепции микросервисов, то получается запрос такого плана У нас MVC идет на Identity Server, получает токены Эти токены возвращаются на MVC Client И потом один из токенов, вернее, Access Token мы можем использовать для доступа к другим API Ну, к другим серверам, я не знаю, куда угодно на самом деле В API Вот, и таким образом получается, что, грубо говоря, у нас у каждого из этих У каждого из этих Как они называются-то, господи Серверов, да, этих сервисов есть свой собственный User Climbs, который там в контексте этого конкретного сервиса Самое смешное и, наверное, обидное, это то, что к вам пришел с Access, ой, Access Token И в нем есть Climbs конкретные там для разрешения И вы можете, ну, в общем, разрешение, да, то есть permission, который вы даете над уровнем, то есть authorize, policy, name Он всегда работает на User Climbs, который вот в системе находится То есть на авторизованный контекст конкретного контроллера А тот токен, который к вам пришел и в нем разрешение В общем, проблема в том, что нужно вот эти токены, вернее, вот эти Climbs, которые пришли в Access Token Каким-то образом пропихнуть в этот самый вот User Climbs Тогда ваша авторизация, система Raleigh, она будет работать на основании User Context Конечно, существует, безусловно, существуют варианты, такой более извращенным путем это сделать То есть использовать Access Token, там, проверять, там, распарсивать его Но я уверяю вас, что уже существует все придумано за нас, как говорится Ну, вернее, до нас И поэтому нужно этим просто пользоваться Ну, еще одну картинку покажу Смотрите, суть в том, что, да, User Climbs это тот самый Те самые Climbs, которые проверяются в процессе доступа пользователя к конкретному методу Например, там, Secret, вот в нашем случае И именно валидация клаймов, наличие клаймов или значение этих клаймов Проиводится на основании вот этого вот User Climbs А токен ID и Access Token можно хитрым путем вот эти клаймы напихнуть, так сказать, вот в User Climbs И тогда у вас авторизация, ну, как бы, заработает Ну, и чтобы далеко не ходить за примером Я думаю, что нужно обратно переключаться в Visual Studio И я, в общем, покажу, как это работает, как это действует Ну, и первое, что бы хотел сказать Что вот эти вот буковки, это типы клаймов И их всегда описание вы сможете найти на странице официального OpenID спецификации Ну, и, например, вот Identity Token И здесь вот эти вот буковки все описаны И что это обозначает? Это обозначает Issue Identifier Sub это тот самый пользователь, да, то есть идентификатор пользователя А Audience это тот, откуда вот там получен токен XP это экспарт, ну, и так далее, на самом деле Все эти буковки что-то да как-то значат И, в общем-то, суть в том, что в Identity серверах, например Ой, в Identity, извиняюсь, токене их 13 В Access токене их 10 В User Climbs их вот всего 6 Ну, и как вы видите, некоторые перекрещиваются, да Например, вот есть Sub И здесь вот тоже есть Sub И, соответственно, такой же Ну, вот здесь он, видите, называется Name Identifier А идентификатор, естественно, такой же То есть, играться вот этими токенами Токенами, на самом деле Не токенами, извиняюсь Вот этими клаймами, ну, придется такой Серьезной провести аналитическую работу Что, куда, кому и как Ну, и для начала давайте поиграемся немножко токенами Да, у нас есть Localhost 1001 И у нас есть такой Well-known OpenID Configuration Смотрите, у нас есть UserInfo Давайте его скопируем Давайте я запущу вот эту штуку А, вот, у меня он уже вставлен И, в общем, я возьму вот этот вот токен Который Access И попробую Нет, вернее, не попробую А просто вставлю Его вот сюда, в Bearer Афтеризацию Я вот, если видите, я уже это делал Смотрите, я сейчас, ну, наверное, мне придется все-таки, наверное Закрыть эту штуку И вот эту тоже И давайте я запущу заново все, чтобы Потому что у меня пользователь создается в памяти И, возможно, идентификатор уже не соответствует тому токену Который был выдан Ну, так бывает, на самом деле И я всего лишь навсего сейчас опять зайду заново Путем перетягивания логина пароля Это, на самом деле, иногда помогает, чтобы буфер обмена И вот сейчас я Ctrl-A, Ctrl-C Зайду вот в этот вот токен добавлю И, как вы видите, вот я получил пользователя То есть, по большому счету, я получил только его идентификатор Predified Name, если помните, это из профиля И, собственно говоря, Name В общем, на UserInfo, как вы видите, на самом деле Сейчас толком-то ничего интересного и полезного нет Но для нас важна другая информация Смотрите, Predified UserName и UserName У нас вот здесь и вот здесь Ну и, соответственно, в AccessToken Нигде информации про Predified UserName и, собственно говоря, про Name нету Ну, Name, где слово User? Нигде И, в общем-то, это достаточно просто исправить и решить следующим способом Смотрите, у нас есть клиент Его название MBC, то есть ID MBC И мы здесь в конфигурации самого клиента даем Always Include Claims to Token Ставим True И теперь, смотрите В ID Token мы должны включить информацию с того самого UserInfo Я запускаю еще раз Я завожу секретный логин, пароль User Раз, два, три, Куа Ну, ладно, Куа Неважно, не попал А, наоборот, Квет, Куа Окей, логин Вот что значит, перестал таскать И теперь смотрите У меня, во-первых, количество изменилось Здесь стало 15 Здесь стало 8 Было 6 И появился Name И Predefined UserName Ну, Sub, естественно, он уже был Он никуда не делся Он просто проигнорировался Но и здесь у меня тоже появилось Name То есть вот UserName И Preferred UserName Таким образом, мы включили Что в ID Token включаются информации с UserInfo То есть у нас это не просто включилось в Identity Token Ну и они попали в клаймы Давайте попробуем в этот самый UserInfo допихнуть еще некоторое количество Ну, каких-нибудь клаймов Как это делается? На самом деле это не такая простая, то есть нетривиальная задача Это делается немножечко таким хитрым образом Ну, во-первых, нам нужен Identity Server Я его открываю И здесь мне нужно создать файл, который Ну, давайте, он Profile Да, Profile Service Пусть он называется C Sharp Так, мне его нужно в какую-то папку положить Пусть лежит в папке InfraStructure Ну, бокс не, пусть так называется, неважно И у Identity Server есть iProfile Service И у этого сервиса есть два метода Я их обоих имплементирую Что это дает? Это дает возможность вклиниться в процесс Формирования вот этих самых клаймов Я все-таки как-то неправильно назвал InfraStructure Ну, ладно Да, неправильно Давайте переназовем InfraStructure Вот так вот И, соответственно, если у вас есть такая возможность Вы можете сюда, ну, например, так Например, в конструктор заинжектить сюда какой-нибудь Unit of Work И здесь уже получить от пользователя данные, permission Кстати, в проекте Nimble Framework Там используется отдельный класс Не клайма используется А непосредственно permission Micro Service Permission И они наполняются вот в этот же месте Но только из другого Не из клаймов Клайма я оставил в Nimble Framework На всякий случай Ну, и, в общем, мы не будем мудрствовать лукаво Я просто покажу простой вариант Допустим, у меня есть var какой-нибудь user Нет, нет, не так Ну, во-первых, мне нужно сделать return task complete Чтобы все заработало Ну, и давайте предположим, что у меня есть user Который я получу где-то там IUnit of Work какой-нибудь, неважно И у меня этот пользователь может быть выключен Да, то есть мне главное иметь флаг active И вот здесь вот в контексте Давайте я это сотру Потому что, по большому счету, мне это здесь не нужно В контексте я должен указать Что у меня из active равен, ну, true Ну, или если у меня есть user, user activity Да, понятно Я просто поставлю true, чтобы она не мучилась Просто чтобы, если у меня этот Вот этот метод попадает в pipeline обработки клаймов И поэтому, если здесь не будет возвращаться true Вот в этот метод процесс не попадет Ну, и, в общем-то, давайте я здесь напишу тоже Return ok Ну, в смысле, task complete Уберу вот эту строчку И здесь вот такая штука Смотрите, у меня есть контекст И в нем есть ishclamps Чтобы понять, что это такое Я вот открыл profile service Здесь у нас есть тот самый интерфейс Есть isactifasync Get profile data Ну, и, как вы видите, у нас здесь Также есть описание того, что приходит в контексте Это subject, клиент Кстати, клиент уже тоже У subject тоже есть клаймы И, в общем-то, ключевый момент в том, что Вот ishclamps Это лист клаймов, которые будут возвращены Ну, в общем, нам осталось только создать их И добавить Давайте это сделаем Давайте сделаем add range Range И какой-нибудь тут claims Ну, напишем claims Создадим view Пусть это будет var New Пусть будет лист для начала Пусть будет по-простому Так что-то мне мешается Вот И здесь просто создадим New Climb И Climb Ну, какой-нибудь Давайте GV Нет Ну, давайте Climbs Type Date of birth Отличное решение Отличный выбор 0.1 Пусть будет 0.1 0.1 Ой Много 0.1 Давайте Пусть будет 20.20 Ну, и, соответственно Сейчас я эту штуку запущу Теперь я снова зайду На секретную страницу User 1.2.3 1.2.3 Логин Окей Теперь я получил новый токен А теперь я открою И подменю этот токен На UserInfo И Ничего не получилось Давайте посмотрим Почему Очень интересно Давайте поставим Бряку И Нажмем Еще раз Send Отлично Ничего не получается UserInfo В этой штуке Не участвует Почему? Да потому что Все очень просто Чтобы Сервис этот заработал Его нужно Зарегистрировать В системе Вот такой вот Вам я Интересный сюжет Показал Ну, и делается Это, естественно В стартап Классе И, соответственно В это Identity Сервер Нужно добавить Ну, я вот Вот так вот сделаю Скажу Add Profile Service И у меня Крутим Используется Identity User Давайте еще раз Запустим Все эту Штуку Identity Ну, конечно Чушь написал Прошу прощения Profile Service Конечно же Запускаем Надеюсь В этот раз Получится Так Мне нужно Ну, давайте Я Вот так Сделаю Или даже Вот так У меня там Куки Остались Потому что Я браузер Не закрыл Я их очищу И зайду Заново Пусть будет User Раз, два, три Кве Вот мы К бряку попали Ну, и в общем-то Вот мы попали Как раз туда Куда нужно Теперь у нас Есть токен Мы получаем Его Запихиваем Его В В Барер И Запускаем Ну, и Как вы видите У меня Появилось Здесь Тот самый Date of birth Та же Самая Дата В общем-то Надо сказать Что те токены Которые были Там User name Predefined Они Естественно Ну, как бы Удалились Да, то есть Нужно прочитать Досконально И более подробно Документацию О том Почему это Произошло В общем Там есть Некоторое количество Фильтров Вам нужно Просто с этим Разобраться И я думаю Что вы Поймете Ну, и Раз у нас Появилось Вот этот Вот Date of birth В смысле Дата рождения Давайте Теперь Как вы видите Посмотрим Вот здесь То есть Вот у меня Теперь Те клаймы Которые Появлялись Там Из user Info Из identity Server Теперь Они Как вот Видите Я сделал Специальную Такую штуку Вот Date of birth То есть Дата рождения Теперь Прокидывается И сюда И сюда И сюда Ну Надо сказать Что этот Метод Конечно же Будет Работать Но Смотрите У вас Identity Токен Со временем Может сильно Разрастись И поэтому Я немножечко Предпочитаю Другой способ Управлять Вот этими Вот клаймами Давайте Я это Все Остановлю Давайте Я Найду Configuration И Вот этот Вот Параметр Закомментирую Но Просто Он Мне Не Нужен Есть Другой Способ Управлять Клаймами Один Из В принципе Вы можете Выбирать Любой И Это Делается Уже Не Здесь А В самом Клиенте Когда Я делаю Подключение Клиента Вот Здесь Я Могу Сказать Дополнительно Сконфигурировав Вот этот Вот Как раз Open ID Смотрите Get Climbs From User Info Endpoint И Я Здесь Ставлю True И Как Вы Понимаете Вот В описании Написано Что Теперь У меня Клаймы Должны Будут Получиться То есть За два То есть Получается Будет Два Реквеста Сначала Получается Токен А потом Второй Автоматически Выстрелит И Получит С User Info Дополнительные Клаймы И В общем То Ну Это Пока Еще Не Совсем Конец Но В общем Почти То Что Нужно И Смотрите Сейчас Включаю И Запускаю Штуку Эту Всю Заново Я Снова Захожу В Секретную Секретность User Tab3 Enter И В общем Смотрите У меня Как бы Все Вернулось На круги Своя У меня Опять Identity Токен Пустой То есть Я уже Не включаю Identity Токен То есть Я ту Настройку Отключил Клаймы У меня Как видите Вернулись Состояние 6 Больше Нету Про Дату Ничего Но Зато В Access Токен У меня Появилась Дата В общем Это Как раз То Что Мне И Нужно Было Ну В общем В моей Модели Микросервисных Коммуникаций Используется Такой Подход Но Суть Остается Следующим Когда У меня Проверяется Давайте Я покажу Вам И Это Для Того Чтобы Проверить Давайте Создадим Какой Нибудь Контроллер Давайте Сделаем Следующим Образом У нас Есть Ордерс У нас Есть Сайт Контент И У нас Есть Секретный Экшен Который Авторайз Давайте Я покажу Как Так У меня тут Что-то Открылось Давайте Я покажу Как Ну Например Где У нас Есть Сайт Контроллер И Вот Здесь Вот Секрет Модел Да Давайте Сделаем Таким Вот Способом Я Сейчас Зарегистрирую Сейчас Скажу Как Называется Http Клиент Factory Add Http Клиент И Теперь Соответственно Я могу Его Сюда Заинжектить Я просто Хочу Дернуть Еще Один Запрос Из Другого Сервера Но Уже Для Которого Требуется Авторизация И Здесь Соответственно Http Клиент Factory Не Не Так Это Делается Конечно Здесь Нужно Написать Ктор Здесь Ставить Http Клиент Factory Alt Enter Хочу Хочу Да И Вот У меня Есть Http Клиент Лишний Я Удалю И Теперь Вот Я могу Сделать Следующее Var Клиент Не Ну Клиент Конечно Пишется По Другому Равен Http Клиент Factory Клиент 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 Помните Что Мы В прошлый Раз В предыдущих Видео Где-то Там Использовали Как Это Discovery Документ Ну Вот Теперь Я Немножко По-другому Как Альтернатива И В общем Клиент Default Headers Authorization Raving New Authorization Headers Ну И Здесь Как Вы Понимаете Мне Нужно Указать Bearer А Здесь Запятая Мне Нужно Указать Token Ну И У Меня Есть Model Я Специально Сделал Таким Образом Чтобы У него Было Access Token Вот Ну Который Уже Там Все Что Нужно Подставить И Соответственно Клиент Теперь Может Сделать Get Ну Пусть Будет Get И Sing Давайте Сделаем String И Нужно Указать URI И Я Честно Глянь Не Помню Но Я Сейчас Попытаюсь Быстренько Найти Orders У нас Идет На Адресе 5000 Давайте Сюда Заведем Http Ну Ладно Http S 2 Слэша Local Host С 2 Слэша 5001 Дальше Нам Нужен Сайт И Дальше Нам Нужен Сик Ред И У Нас Это Все Будет War Это Будет Task Async Пойдет Название Непринципиально И Теперь Стринг Ну Во-первых Мне нужно Сделать Здесь Await А то Я сейчас Могу Нарваться На неприятность Вот И Стринг Async У нас Будет Ну Давайте Тогда Сделаем Так View Back Message Равен Стринг Async Ну То То Мы Получили Строку С Другого Сервера И Ввели В Сообщение Теперь Давайте Откроем Быстренько Secret Ну Я Хорошо Сказал Открыть Секрет И Здесь Перед Всем Вот Откроем 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 Back Message Ну Просто Пусть Покажется Message Достаточно А вот У меня Уже Какой-то Тут Секрет Ну Пусть Будет Вот Давайте Вот Это Сотру А Вот Это Сюда Добавлю Будет Очень Красиво Ну И Что Это Дает Ну Во Первых Мы Проверим Как Работает Токен Что Он Действительно Делает Запрос Ну И Давайте Давайте Сделаем Вот Так Здесь У нас Может Быть Она Вторая Поэтому Я Сделаю Наверное Наверное Давайте Сделаем Вот Так Я Сделаю Вот Такую Штуку И Вот Так Вот Тык Тык Вот Ctrl D И Здесь Выведу Это Сообщение А Если Нет Ctrl D То Я Не Буду Вызывать Исключение Я Скажу Что Мне Здесь Нужно Показать Этот Exemption Message Вот В этом Самом Message Да Вот На тот Случай Что Если Вдруг У меня Будет Она Вторая Что У меня Чтобы Не Падало Ничего Ну И Как Вы Понимаете Теперь Нужно Эту Штуку Запустить И Проверить Что Это Работает Быстренько Делаем Вход Здесь У нас User Здесь У нас Раз Два Три Кве Мы Получили Токен И мы Получили Ана Вторая Ну На самом Деле Как Бы Все Правильно И Я На самом Деле Знаю Почему Но Я Вам Хочу Показать Как Это Узнать На Самом Деле Смотрите Узнать Из Описания Здесь Никаких Ошибок Нет Здесь Соответственно Тоже Нет И Здесь Нет Единственный Вариант Это Скопировать Токен И Выполнить Отсюда В Реквест И Мы Видим Здесь Информацию Audience Empty Ну То есть Мы Не Передали То Откуда Войдет Запрос Грубо Говоря Мы Не Указали Ну В общем Не Склеила Система Запросов Стоп И Мне Нужно Открыть Стартап Клиент MVC И Указать Следующий Конфиг Это Тоже Один из Способов Управления Скопами Которые Вы Хотите Получать У нас Называется Orders API И Если Сейчас Отправлю Запрос То есть При получении Токена Мы Должны Указать Обязательно Скоп Или Скопы Если Хотите Те Для которых Мы Хотим Получить Токен То есть Куда Мы С Этим Токеном Пойдем Я Сейчас Прописал Ну и Как вы Видите Secret String Получено То есть Абсолютно Нормально Все Сработало И Этот Скоп Уже Есть У Клиента Раз Он Здесь Появился Значит Он Может Ходить Туда Куда Нужно Ну и Ладно Давайте Пойдем Дальше Сейчас Начинается Самое Интересное Давайте Предположим Что У нас Есть Еще Один Метод И Мы Сейчас Будем Играться Уже Непосредственно С Авторизация Пусть Он Называется Secret 1 Метод Мы Не будем Просто Дергать Новый А вот На самом Деле View Я Оставлю И Мне Тогда Нужно Сделать Что Правильно Мне Нужно Сделать Что То Так Это Identity Сервер Мне Нужен Вот Этот Ctrl C Ctrl V Здесь Поставить Secret 1 Отлично И Теперь Получается Что Мне Нужно В меню Тоже Добавить Еще Один Secret 1 И Secret 1 Для Чего Это Сделаю Я Хочу Показать Как Можно Авторизом То Смотрите Атрибут Авториз Говорит О том Что Сюда Не Может Попать Пользователь Который Не Авторизован То Который Вообще Не Заводил Логин Если Я Поставлю Над Вот Этим Вот Secret Вот Такую Штуку Я Напишу Policy Ну Давайте У У Нас Есть Кстати Дата Дата Рождения Давайте Так И Напишем Has Date Of Bird То Есть Дата Рождения И Теперь Вот Этот Атрибут Во Первых Если Эту Штуку Запустить Сейчас Сюда Не Одна Живая Душа Не Попадет Поэтому Мне Нужно Эту Штуку Начало Настроить Это Делается Так Это У нас Кто Это У нас Клиент MVC И Здесь Мы Должны Сделать Следующее Мы Должны Написать Services Должны 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 Написать Сервис И Это Авторизейшн Вот И Соответственно Мы Должны Сконфигурировать Этот Самый Авторизейшн Мы Должны Сюда Добавить Такую Штуку И Написать Мы Должны Добавить Policy Которая В нашем Вариате Вау Ничего себе Как я ее Назвал Круто Это Нужно Уметь Так Называть Я Скопирую Чтобы Не Промахнуться Теоретически Это Должен Статичный Файл Статичных Данных И Раз Уж Я Сказал Что У меня Есть Policy Теперь Мне Нужно Этот Builder Который Мне Предоставляется В В этом Методе Я Должен Сказать Builder Нет Builder Ну Допустим Required Claim И Здесь Я Уже Могу Указать GVT Как Там По-моему Climbs Type Climbs Type И Дета Рождение Ну И В общем Здесь Можно указать Сразу Дополнительные Значения Но Я Пока Не буду Просто Их Добавлять Хотя Здесь У нас Climbs Type И Да Значение Ну Я Не буду Добавлять Давайте Сделаем Вот Таким Вот Образом И Сейчас Если Я Запущу Я бы даже Сказал Не Если А Когда Перейду На Страничку Secret 1 Естественно Попаду На Ввод Пароля И Получаю Access Denied Ну В общем Это Как и Предполагалось Так Оно И Должно Быть Давайте Я Откачусь Назад Это Секрет Да То есть В метод Секрет Я попадаю А в Секрет Меня не Пускает Потому Что Вот Этот Вот Самый Climbs Который Называется Data Word Вот Здесь Вот Отсутствует Это Как раз То О чем Я Говорил Ключевой Момент Что Если У вас Токены Это Есть Это Мало Нужно Чтобы Еще User Climbs Тоже Сохранялся Вот Этот Параметр Ну И Для Того Чтобы Это Исправить Давайте Остановим Систему И В Настройках В Настройках MVC Клиента В Настройках MVC Клиента Набавим Следующее Смотрите Это Вообще То Ради Чего Вообще Все Это Видео Задумывалось Поэтому Поэтому Я Я Уже Немножечко Устал На самом деле Так Смотрите У нас Есть Этот Параметр Который Get Climbs Я Уже Его Почему То Стер Get Climbs From Point Давайте Проверим Ой Давайте Проверим Появится Ли При этом Что Такое Вот Этот Самый Claims Которого Требует Вот Этот Метод Соответственно Вводим Логин Пароль Мы Идем В Секрет Потому Что Нам Теоретически Не важно Куда Мы Пойдем Я Забыл Какой Здесь User User У нас Cvent И Смотрите Data Здесь Сейчас Не Появилось И В общем То Это Точка Претопновения Которая Обычно Сбивает С толку Смотрите Есть Клаймы Которые Как Вы Помните Появились В Access Есть Клаймы Которые Были У Пользователя Есть Которые Пришли В Ивентики Ключевой Момент Вот В чем Мне Нужно Дополнительно Настроить Сопоставление Этих Клеймов Которые Пришли Get Climbs From User Info Мне Их Нужно Сопоставить С теми Которые Которые Мне Нужны В Access Токене Нет В Access Токене Да Я Уже Запутался Это Делается Очень Просто То Есть Actions И Есть Здесь Некоторое Количество Параметров Ну И В том Числе Посмотрите Какие Из них Есть Map All То Я Получаю Все Клеймы Или Выбираю Какой Конкретный Или Допустим Пишу Map Jason Key Ну В общем Давайте Я покажу Что будет Если Я поставлю All И Вы Сейчас Видите Что Все Клеймы Которые Пришли Они Появятся В Клеймах У Юзера И Соответственно Один Из Них Будет Соответственно Date Of Ну Дата Рождения Короче Давайте Я Зайду Начну С С С С Простого Покажу Что В Клеймах Теперь Видите Появилось Все Вообще Ну То Есть Каша В том Числе И Тот Самый Date Of Board И Соответственно Если Сейчас Нажму Secret 1 У Меня Эта Страничка Открылась Да Только Она Никак Не Изменяется Давайте Я Название Не Поменял Да Здесь У Нас Secret Где У Нас Просто Secret А Secret 1 Ну Давайте Так И Напишем Secret 1 Нажму Сохранить Мне Теперь Нужно Просто Нажать F5 Или Ненужно Или Я Не Сохранил Или Cache Не знаю Почему Не Работает Да Что-то Там Какая-то Непонятная Штука Или Я Не Сохранил Или Одно Из Двух Ну В общем Не Важно Пока Что Ключевый Момент Вот В чем Когда Я Включил Map Off Ой В смысле Map All Извиняюсь То У меня Все Клаймы Перешли То есть Скопировались Практически Сюда Мне Конечно Это Ну То есть Клаймы Отсюда Перекатили Сюда И Это На самом Деле Не Есть Good И Поэтому Я Сейчас Где Моя Visual Studio Я Сейчас Остановлю Проект Закрою Эти Все Секреты И Вот Здесь Сделаю Конкретно Только Один Клайм Ну Чтобы Показать Что Map All Перетаскивает Все А мне Нужно Map Джейсон Кей Здесь Мне Нужно Указать Ну Я Это Делается Тоже Очень Просто Нужно Указать С Какого На Какой Да То есть У меня Здесь Запятая Так Мышку Отодвинем У нас Джейсон 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 Клаймс Нет Просто Клаймс Тайп Дейт Вверх Я Просто Копирую Но Вы Не Поверите В Такой Джейсон 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 И теперь Когда я Запущу И снова Зайду Давайте Для начала Снова Просто В Секрет Зайдем User 123 Q Вот Вы Видите Что У меня Здесь Только Один Клайм Появился И Соответственно Раз У Этот Клайм Есть У Юзера То Я Могу Нажать Секрет И Попасть Кстати Вот На Секрет 1 И Это Еще Не Все Давайте Остановим Всю Эту Штуку А Давайте Создадим Еще Один Метод Пусть Он Тоже Будет С Интересным Названием Ну Например Secret 2 И Соответственно У него Нужно Сделать View Ctrl C Ctrl V Прошу Прощения За Мой Копипаст И Здесь Поменяем Название На 2 Сохраним Так И В настройках А Кстати Вот Почему Не обновилась View Потому Что Я Здесь Не Установил То же Самое Что Установил В Identity Сервере Razer Compilation Ну В общем Если Установить Будет Тоже Обновляться Ладно Бог С ним Нам Это Сейчас Принципи Не Принципиально Итак У нас Есть Контроллер У нас Есть View 2 С номером 2 Но Мы Сейчас Дадим Хитрый Параметр Который Будет Называться Ну Например Older Den Ну То есть Вот Такого Хитрого Полиса Что Может Человек Попасть Который Старее Чем Ну Не Важно Пока Сколько Пусть Будет Допустим Десять Ой Пусть Будет Там Десять Лет И Смотрите Теперь Это В настройках Нужно Сделать Таким Образом Во первых Я могу Создать Вот Такой Вариант То есть Здесь Написать Ну Как я Там Написал Давайте Я ставим Older Den А параметра Будем Устанавливать Насколько Я могу Здесь Поставить Такую Штуку И Сказать Следующее Мне Требуется Здесь Не Required Если Вы Помните Предыдущее Видео То Там Доступна Опция Которая Говорит Следующее Required Assertion То есть Здесь Я могу Сказать Что У Юзера Сейчас Скажу Has Climb Ну Например Вот этот Как он Climb Type Нет Types Date Word И Собственно Говоря Здесь У меня Как бы На этом Все Кончается Здесь Я не могу Сделать Никаких Расчетов Ну Теоретически Это Можно Сделать Совершенно По-другому И Я Сейчас Покажу Как Мне Нужно Добавить Requirements И Эти Requirements Очень Простые Я Сюда Добавлю New New Ну Давайте Older Than Requirements И Сейчас Этот Requirements То есть Это Требование Мы Будем Создавать Естественно Он Наследовался От того Чего Нужно Это Authorization Requirements Ну И Единственное Что Мне Здесь Нужно Сделать Ну Наверное Создать Конструктор Это Такой Простой Класс Помощник Если Хотите Давайте Здесь Поставлю Int И Здесь Напишу Years И Создам Из Этого Свойства Property Теперь У меня Нет Теперь Я могу Сюда Указать Сколько Лет И Таким Образом У меня Построился Этот Requirements Но Этого Немножечко Мало Потому Что Если У вас Есть Requirements Вам Нужно Для Него Сделать Handler И Это Делается Тоже Достаточно Просто Я Сделаю Public Class Requirements Handler Hand Д Да Что Такое Не Дружу Сегодня Вот Но Единственное Что Нужно Сделать Это Унаследовать Его От Authorization Handler Authorization Handler И Сюда Указать Тот Самый Requirement Older Than И Реализовать Вот Этот Вот Как Раз Handler Ну А Здесь Уже На Сам Дель Все Очень Просто Для Начала Мне Нужно Проверить Что У Пользователя Есть Этот Climb Has Climb Пусть Будет Context Здесь У меня Есть User У User Есть Climb Has Давайте Вот Так Вот User Has Climb И Здесь У Нас Предикат X Type Мне Нужен Равен Climb Types Date Of Word То Есть Если У Пользователя Есть Climb Давайте Тогда Так Мне Нужно Так Если Наоборот Если Нет Climb Тогда Return Task Complete Ну В общем За Свидос Если Climb Есть Тогда Мне Нужно Рассчитать Время То Есть Посчитать Года Это Тоже Давайте Сделаем Очень Просто Var Для Начала Мне Нужно Date Of Birds У нас Будет Равняться Контекст User Climb Давайте Так Сразу Find First И Также Через Предикат Его Вытащим Type Равен Climb Type Точка Date Of Bird И Собственно Глядя Раз Мы Знаем Что Он Есть Нужно Взять От Него Вэль Ну Конечно Может Там Подстраховаться И Сделать First Default Ну Вернее Проверить Наличие И Его Валидность И Теперь Var Date Так Как У нас Здесь Вэль Возвращает Стринг Нам Нужно Распарсить Эту Штуку Data Time Давайте Так Напишу Date Не Получается Date Time Parse Так Ну И Здесь Наверняка Мне Нужно Я Создавал В Русской Раскладке Мне Нужно Добавить Сюда Colch Info И Написать Ruru Чтобы Она Русскую Дату Распарсила И Теперь Мне Нужно Найти Разницу Дат Сегодняшней То Есть War Today Какой Нибудь Давайте Year Мы будем делать По-простому Равен Today А Давайте Сразу Разницу Найдем Давайте Так Вот Can Enter И Напишем Date Time Now Year Минус Date Точка Year Ну В общем Это Разница Да Давайте Diff Допишем Ну И В общем Конечно Тут Можно Написать Более Остробное Решение Я Просто Спешу Да И Если Вот Эта Разница Получается Больше Либо Равно Например Requirement Мы Там Ставили Помните Свойства Years Тогда Мы Делаем Следую У нас Тогда Contents Мы Говорим Succeed И Отдаем Этот Самый Requirement То есть Мы Говорим Что У нас На этом Месте Все Зашибись В противном Случае Мы Говорим Return Task Нет Task Неправильно Написал Return Task Complete В общем Давайте Я поставлю Бряку И Вы Поймете Как Это Работает Я Сохраняю И Давайте Посмотрим Пользователю Я В профиле Поставил Десятое Десятое Давайте Поставим Здесь Бряку И В конце Концов Здесь И Запустим Это Все Так Мы Зашли Да Только Ссылки Ссылки Не Ссылки Я Ссылки Вручную Наберу В этот Раз Отлично Не Попал К В К Окей Зашли Мы Попали В Бряку Вот Смотрите Первый Приходит Активация Я Снимаю Бряку Нажимаю В 5 Дальше Попадает Сюда Клейм Добавились Я Снимаю Бряку Нажимаю В 5 Переключаюсь На UI И В общем Секрет 1 Мы Зашли Верни В просто Секрет Будем Считать Секрет 0 Зашли Нажимаю ОК Ну В смысле Мы Уже Здесь Я Нажимаю Секрет 1 Да Потому Что У нас Есть Клейм Ну И Если Наберу Здесь Секрет 2 Ну У меня Получилось Что Аксес Денайт И Собственно Говоря С этим Тоже Все Понятно Потому Что Сейчас Посмотрим Ну Я Подозреваю Что Я Создать Создал А Зарегистрировать Не Зарегистрировал Давайте Проверим Так Хендлер Ну Да Конечно Я Его Просто Не Зарегистрировал В стартапе Ну И Заодно Давайте Сразу Создадим Ссылку На Где У нас Тут Вьюшка Вот В меню Добавим Такую Штуку И Здесь Напишем 2 И Пусть Будет 2 Так И Давайте Перейдем И Перейдем 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 Вот Сюда И Все Таки Зарегистрируем Этот Сервис С С Сингл Ну Да Ай Ауторизейшн Хендлер И Добавим Сюда Вот Этот Вот Аутентификейшн Я Неправильно Назвал Ай Ауторизейшн Хендлер Все Получилось Ну Ну Теперь Давайте Запустим И Проверим Что В конце Касов Заработало То Есть Мы Побем Бряка Потому Что Я поставил Она Не Попала Туда Теперь Она Должна Точно Попасть Я Нажимаю Сразу На Сикрет 2 И Вот Как Видите Я Попал В Этот Хендлер И Здесь У Меня Клайн Да Вернее Нет И Сейчас Мне Будет До Свидания Отлично Это Потому Что Мне Должно Редирект На Как Раз Вот Пароль Когда Я Пароль Осуществлю У Меня Уже Будет Как Раз Этот Самый Хендлер И У У У Редирект На Секрет 2 Здесь У У У У У У У Я Получил Пользователя Value 1 1 Да Я Получил Разницу 0 Ночь Странно Текущая Дата Минус Это Ну Да Соответственно Меня Сейчас Тоже Сюда Не Пустит Я Поставил Все Правильно Только Не Совсем Давайте Я Сейчас Остановлю Эту Штуку И В Клаймах Ну Пользователи Смотрите Во Первых Можем Эту Данную Брать Из Профиля Пользователя Здесь Поставлять Реальную Дату Поставим Давайте Поставим Десятый Год И Еще Раз Запустим Заходим Снова В Секрет 2 Соответственно Первый Раз Мне Скажут До Свидания Redirect User 123 Q Попадаем Во второй Раз Проверяем User Есть Разница Есть Разница 10 лет Больше Либо Равно Да Контекст Установится У нас Oxided И Как Вы Видите Я Перехожу На Страницу 2 Вот Таким Вот Образом Примерно Это Все Работает Но И Это Еще Не Все Так Давайте Тогда Это Снова Закроем Все Остановим Систему Пусть Она Постоит Остынет И Я Хочу Показать Еще Другой Вариант Смотрите Вот Эти Вот Полиси Добавлять Но На Самом Деле Есть Еще Другой Вариант Давайте Я Как Раз Вам Покажу То Есть Мы Здесь Полиси Добавлять Не Будем Соответственно Сейчас Вот В Этот Метод Где Он 2 Мы В Него Не Попадем Но Это Можно Сделать Другим Способом Я Для Для Этого Сделаю Следую Давайте Создадим Класс Custom Custom Забыл Как Называется Давайте Вот Так Сделаем Default Authorization Default Authorization Handle А Вот Полиси Provider Ну Вот Тогда Давайте Вот Так Вот И Допишем Я Сейчас Копирую И Вставлю Прошу Прощения За Copy Past Но Уже Что-то Я Устал И Это Нам Дает Следующее Если У нас Есть Default Provider То Мы Сможем Сделать Все Централизованно То Мы Сможем Эти Вот Requirement Которые Создавали Вот Здесь Где Requirement Добавить Через Provider Сейчас Покажу Как Это Делается Пусть Это Будет Options Мы Отдадим Options Value Это Как раз Те Самые Данные По Авторизации Которые Мы Будем Прокидывать Через Все Остальное Так Давайте Сразу Добавим Сюда Read Only Вот И Теперь Нам Нужно Сделать Override Get Policy Async То Есть У У нас Полиси Здесь Добавляется Вручную То есть Ну как Вручную Теоретически Можно Конечно Все Добавить Но Вот Этот Вот Более Такой Автоматизированный Вариант И Сейчас Давайте Покажу Как Он Работает Ну Для Для Начала Нам Нужно Получить Тот Самый Policy Нужно Проверить Что Он У Нас Вообще Зарегистрирован Policy Давайте Exist Вот И Когда Моего Отчет Неправильно Писал Exist И Допустим Если Policy Exist Равен Ну Ну То То Он У Нас Систем Еще Не Зарегистрирован Тогда Policy Exist Мы Будем Создавать Заново Равен New Auto Resetion Policy Нет Я Что-то Непто Написал New Auto Resetion Policy Builder Дальше Нам Нужно Как Раз Делать Тот Самый Этот Requirement Можем Добавить New Older Then Requirement Давайте Поставим 10 И Нам Builder Нужно Сказать Что Он Нам Собрал Это Все Так И Дальше Нам Нужно Сделать Что Начукается Can Ad Implicity Policy To Policy Provider Ну Да Наверное Так И Должно Быть Requirement Build И Заботался Совсем Wait Здесь У нас Async Ну И Раз У Нас Теперь Есть Полиси Готовы Ну Просто Должны Добавить И В общем То На Это Все Name У Нас Пришел Из Сигнатуры Метода А Сам Полиси Ну Вот Он Есть Ну И Естественно Мне Единственное Что Осталось Делать Return Policy Exist Теперь Как Я Уже Обычно Забываю Делать Мне Нужно Его Зарегистрировать И Для Этого Мы Пойдем Вот Сюда Services Ad Singleton I Authorization Вот Что-то Не Получается Сегодня Писать Authorization Policy Provider И Отдать Вот Эту Штуку И Вот Так Короче Ну А Теперь Давайте Поставим Бряку Вот Здесь Например И Так Этот Закомментирован Закомментирован Теперь Запустим Всю Эту Штуку В конце Концов У нас Есть Страничка 2 Давайте Проверим Что Она Работает Сработала Бряка Мы Попали Как раз Туда Нужно Название Полиси Обратите Older Den Мы Проверяем У нас Изначально Ее Нет И При Последующем Входе Мы Создаем Регистрируем Ну И Как Вы Понимаете Это Место Где Вот Эти Полиси Собираются Оно 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 Быет Гораздо Большие Значения И Возможно Можно Через Конструктор Пропихнуть Сюда Все Что Угодно И Обработать Как Нужно Из Базы Ну В общем Там Уже Свобода Действий На самом деле Большая Ну И Вот Этот Полиси Создали Запускаем Его Вот Попали В этот Самый Хендлер Вот Он У нас Отработал Сказал Что Мы Не Залогинены Теперь Мы Залогинимся Нажимаем Логин Снова Пришел В этот Полиси Снова Получил Его Динамический Запустил Пришел В Хендлер Ну И Как Вы Понимаете Мы Попали На Ту Страничку Куда И Собирались Попасть И Вот Наверно На этом Как раз Все Да Наверно Все Хватит Потому что Информации Еще Можно Больше 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 Но Я Уже Пока Не знаю Что еще Рассказывать Будут Вопросы Пишите Задавайте Спрашивайте Делитесь Комментариями Ну И В общем На этом Точно Все Всего Доброго Спасибо За Внимание И До Новых Встреч Продолжение следует